Медиагруппа «Авангард» представляет Вирусы-шифровальщики, безопасность СУТП, ханипоты, соки, таргетированные атаки — это лишь малая часть тем, которые сегодня бурно обсуждаются на различных конференциях по информационной безопасности. Делать прогнозы — дело неблагодарное, но все-таки мы сегодня постараемся определить, какие же тренды информационной безопасности будут править БАЛ в ближайшее время. А помогут нам в этом эксперты. Александр Погребной, заместитель генерального директора компании «Газинформсервис», и Рустем Харидинов — первый вице-президент группы компании «Инфовоч». Уважаемые коллеги, добрый день и поехали! Предлагаю начать с Блица. Каждому из вас я задам по несколько вопросов и попрошу вас ответить на них коротко и емко. Рустем, каким словом, максимум двумя словами, вы бы описали нынешнюю ситуацию в области информационной безопасности? Словом «встроенная». Спасибо. Александр, что станет основным драйвером изменений в области информационной безопасности, в области информационных технологий в ближайшее время? Какие-то инциденты или законодательные инициативы, или именно развитие самих технологий? Я думаю, что развитие самих технологий будет основным драйвером. Рустем, гибкие методологии и кибербезопасность, любовь до гроба или враги навеки? Серьезное осложнение. Замечательно. Александр, назовите один тренд, который вам хотелось бы более подробно обсудить в ходе нашей сегодняшней встречи. Изменение ожиданий клиентов на рынке. Большое спасибо за бодрое начало. И я предлагаю начать погружение в нашу сложную, но очень интересную тему. Коллеги, перед тем, как мы начнем плотно обсуждать тренды в области информационной безопасности, предлагаю поговорить об их предпосылках. Александр, какие предпосылки выделяете вы? Ну, я бы выделил три предпосылки. В первую очередь, это кратное снижение стоимости кибератак и повышение организованности преступного сообщества. Соответственно, у нас объем угроз нарастает в последние годы. Вторая предпосылка – это все больше критичных бизнес-процессов, зависит от IT-технологий. И достаточно важно устранять уязвимости, которые могут повлиять на эти критичные бизнес-процессы. Ну и по закону диалектики, вот все эти количественные изменения, о которых я говорил, они приходят к новому качеству. Сегодня в связи с нарастанием международной напряженности, мы наблюдаем, как растут перспективы у киберпространства, как у места противостояния в глобальном масштабе различных стран. Рустам, какие предпосылки выделяете вы? Я бы хотел присоединиться, во-первых, ко всем сказанным предпосылкам и добавить то, что объект защиты информационной системы становится не только сложными, но еще и быстро меняющимся. Бизнес постоянно требует изменений. Поэтому информационная безопасность должна следить за всеми изменениями, которые происходят в IT-системах, которые сегодня распределены по всему миру, включая облака, соцсети и так далее. И второе, что я хотел бы добавить, что атакующие, точно так же, как и защищающиеся, владеют всеми приемами искусственного интеллекта, машинного обучения и используют их при атаках. Поэтому скоро роботы будут нападать на роботов и роботы же будут защищаться. Рустам, что же является основным трендом, на ваш взгляд, на сегодняшний день? Проникновение цифровизации приводит к тому, что сейчас атака на любую информационную систему является прямой атакой на бизнес. Если заблокировано какое-то приложение, то бизнес не может оказывать услуги, теряет прибыль. Или же несет серьезные убытки, не имея возможности конкурировать. Александр, вы согласны с Ростемом? Безусловно, согласен. Но это как в басне «Лебедь, рак и щука». Я вот, если говорить про тренды, выделяю потребительские тренды, технологические тренды и регуляторные тренды. Для того, чтобы понять, куда поедет наша ИБ-Телега, надо очень хорошо ориентироваться в этих всех трендах и какой-то один выделять – это бессмысленно. Коллеги, спасибо вам за ответы. Через пару секунд мы продолжим наше погружение. Впереди нас ждет все самое интересное. Мы определили основные тренды, а теперь поговорим о том, как они изменят роль информационной безопасности. Рустем, как вы считаете, классическая роль информационной безопасности примет новый облик? Да, конечно, поскольку изменяется объект защиты и изменяется процесс защиты. Все стало цифровым, все объекты защиты переместились в виртуальное пространство, и чтобы их защищать, надо понимать весь их жизненный цикл. Надо понимать, как живет процесс, что делает бизнес для того, чтобы переработать ресурсы в прибыль. И не понимая этого, невозможно оставаться безопасником, невозможно обеспечить бизнес. Поэтому безопасники будут интегрироваться в бизнес-процессы и таким образом встраиваться в некоторую функцию качества процесса, обеспечивая ее безопасность. И, исходя из этого, будет происходить консолидация ответственности. Будет единый человек, который будет отвечать за весь процесс, в том числе и за его безопасность. Александр, а как изменятся требования, которые будут предъявляться к специалистам по информационной безопасности в ближайшее время? Да, это очень сложный вопрос. Роль безопасности с годами все возрастает, и сегодня от ИБ-директора требуется не только знание в области защиты информации. От него необходимо глубокое понимание бизнес-процессов компании, стратегии ее развития. Необходимы глубокие знания IT-технологий, законодательства, опыт реализации бизнес-процессов, бюджетирования, инвестирования, капитального строительства даже. Ну и необходимы навыки реализации масштабных организационных изменений. Будет большим подспорьем такому человеку наработанные деловые связи с нашими регуляторами, ну и другими ключевыми игроками рынка. Конечно, людей с таким бокажом знаний и опыта их не так много. И сегодня я вот наблюдаю, что все эти люди бесконечно перегружены, валится огромный поток информации, задачи вводных. И все это дело усложняется еще тем, что требования к рейдовым сотрудникам ИБ также растут, и мы наблюдаем катастрофическую нехватку кадров. Я думаю, что именно из-за этого заказчики все больше говорят о том, чтобы вендоры, интеграторы организовали работу с наименьшим их привлечением и вовлечением. Все больше смотрят в сторону аутсорсинга, даже рассматривают решения класса SaaS. Ну и вот в моей практике были прецеденты, когда заказчик в скоп-работ включал не только создание решения у него, но и поиск специалистов, и их подготовку для того, чтобы они дальше это решение эксплуатировали. То есть интегратор и вендор сегодня должен уметь поработать и как кадровое агентство, и как учебный центр. Александр, а изменится ли роль специалиста по информационной безопасности? И вообще, какие ожидания на сегодняшний день у бизнеса от отрасли информационной безопасности? Да, эти ожидания в последнее время существенно меняются. Сегодня уже недостаточно подразделения ИБ просто отражать вирусные атаки и обеспечивать комплайнс в области ИБ. Достаточно распространенными уже являются решения задач предотвращения утечек данных, поиска, расследование инцидентов и сбора доказательной базы для привлечения к ответственности нарушителей. И наведение порядка в учетных записях и правах доступа. Безусловно, растет организационная зрелость как топ-менеджмента, так и самих ИБ-подразделений. Именно поэтому, я думаю, что увеличивается спрос на более сложные продукты, требующие достаточно большого объема консалтинга для их внедрения. И снижается спрос на бокс-мувинг, то есть на простую перепродажу продуктов. Уже давно заказчик не верит в какую-то волшебную таблетку, которую можно съесть и все будет хорошо. Рустем, вы дополните ответ Александра? Да, я хотел бы добавить, что сегодня безопасник должен понимать те процессы, которые защищает. И можно сказать, что сегодня защита стала не инфраструктурной, а у нее появилось бизнес-лицо. Мы поговорили о том, как меняется отношение бизнеса к информационной безопасности. А теперь давайте обсудим судьбу вендоров и интеграторов. Александр, как вы считаете, как изменится роль вендора в нынешних условиях? Эта роль достаточно серьезно изменится. Заказчик уже не хочет ходить каждый год к разным врачам-терапевтам. Он хочет найти семейного врача, который будет глубоко знать стратегию развития бизнеса, все его боли, предвосхищать потребности ИБ, даже те, о которых он еще не знает на 3-5 лет вперед, который может достаточно быстро адаптировать свои бизнес-процессы или даже продукты под его специфику. И именно такие компании, которые умеют работать в больших консорциумах, будут лучше выживать с течением времени, потому что в компаниях уровня Latch Enterprise такой объем проблем и задач, которые невозможно решить одним проектом за один год, или двумя, или тремя проектами. Это достаточно системная, комплексная работа большого количества организаций в течение 3-5 лет для того, чтобы вывести вопрос на новый качественный уровень. Рустам, может вы дополните ответ Александра? Да, я хотел как раз сказать о судьбе вендоров. Сегодня мы видим, что продукты востребованы не заказчиком, а архитекторами его информационных систем. Заказчик не хочет покупать IT-системы отдельно, системы безопасности отдельно. Он хочет покупать сразу безопасные системы. Поэтому основным потребителем ИБ-продуктов становятся архитекторы и интеграторы, строящие такие системы. Рано или поздно рынок придет к этому. Автомобильный рынок уже это прошел. Вы не можете купить отдельные подушки безопасности и отдельно автомобиль. Сейчас это просто элемент конструкции. То же самое будет и с продуктами в области информационной безопасности. Рустам, а с какими новыми вызовами придется столкнуться специалистам по информационной безопасности? Сегодня мы видим три основных вызова. Первый – это традиционные процессы перестают сходиться при тестировании информационных систем. Информационные системы меняются быстрее, чем информационная безопасность успевает их протестировать. Пинтест идет полтора месяца, а спринт идет две недели. То есть вы всегда проверяете на уязвимости тот функционал, который уже выведен из оборота. Поэтому традиционные подходы, что сначала мы разрабатываем системы, а затем мы их тестируем, он уже не успевает за требования бизнеса. Поэтому изменения должны проверяться прямо непосредственно во время их внесения. Это новый тренд, и без него мы просто не успеем защитить информационные системы. Второй тренд – это консолидация ответственности за работу информационной системы целиком. Сегодня, если посмотреть, то за информационную систему отвечает очень много людей. За инфраструктуру IT, за разработку разработчики, за безопасность безопасники, за поддержку колл-центр. Есть еще бизнес-функционал. И у них разные KPI и разные требования к одним и тем же процессам. Соответственно, должен быть один владелец процесса, который отвечает за все его стороны. И за нагруженность, и за функционал, и за защищенность, и за масштабируемость, и за все функции этого процесса. И мы сейчас видим, что ответственность все больше консолидируется на уровне владельца процесса, того, кто отвечает целиком за его функционирование. И третий тренд – это то, что безопасность пассивная уже не удовлетворяет требованиям бизнеса. Сегодня очень популярен мониторинг, когда безопасность не предотвращает события информационной безопасности, а реагирует на них или даже расследует. Сегодня бизнесу этого уже недостаточно. Он платит достаточно много денег за безопасность и хочет, чтобы безопасность его защищала, а не реагировала на атаки и расследовала уже состоявшиеся инциденты. И сегодня тренд на активную безопасность, он виден. И обеспечить активную безопасность, то есть блокирование любых нарушений, возможно только при встраивании средств безопасности в саму информационную систему. Встраивание безопасности означает, что вместо защиты приложений мы сейчас занимаемся разработкой защищенных приложений. Александр, а как обстоят дела в сфере законотворчества сейчас? И чего нам ждать дальше? В сфере законотворчества мы тоже наблюдаем определенные тренды и тенденции. Законодатель сейчас очень активен. То есть мы говорим о четырех структурах. Это правительство Российской Федерации, Министерство цифрового развития, ФСБ и ВСТЭК. Все эти структуры достаточно активно выпускают новые требования, новые документы, которые охватывают различные аспекты. Например, ВСТЭК ФСБ развивает законодательную базу достаточно активно по КИИ. Мы видим, что правительство Российской Федерации буквально недавно выпустило постановление, которое устанавливает правила контроля операторов персональных данных. Мы наблюдаем, как Министерство цифрового развития готовит и выпускает документы, связанные с импортозамещением. Теперь под импортозамещение подпадает и госкорпорации. И также большой пакет законов, который связан с суверенитетом Рунета. Все это очень большой вызов, на мой взгляд, для специалистов по информационной безопасности. Но, во-первых, требуется достаточно большое количество затрат для того, чтобы закрыть с точки зрения комплайенса весь этот ландшафт законодательных требований. С другой стороны, в больших компаниях мы имеем жестко регламентированные процессы инвестиционной деятельности и бюджетирования капстроительства. А с третьей стороны, есть сроки, которые необходимо соблюсти с точки зрения регулятора. И вот этот вот кубик-рубик, который связан с требованиями, затратами, сроками и процедурами внутрикорпоративными, он может просто не собраться. И здесь, конечно, необходимо очень плотно и внимательно работать тем, кто выполняет эти задачи. Итак, чтобы не выпасть из обоймы, всем, кто занимается информационной безопасностью, придется осваивать новую роль и адаптироваться к новым вызовам и ожиданиям бизнеса. И мы продолжаем вникать в нашу тему, погружаясь на все большую глубину. Александр, в последнее время все чаще говорят о кибервойнах. Вот буквально недавно власти Венесуэлы обвинили представителей США в том, что те совершили атаку на самую крупную ГЭС в стране. Как вы считаете, подобный способ взаимодействия на международном уровне в наше время становится чем-то вполне себе нормальным? Ну, к моему большому сожалению, кибервойны сегодня – это уже реальность. В качестве примера можно привести стратегию национальной кибербезопасности Соединенных Штатов, в ответ на которые готовится пакет законов по суверенному Рунету, для того чтобы избежать такого недружественного вторжения. Ну и в качестве целей для вот этих атак в том числе может выступать крупный бизнес, который является основой экономики страны. Помимо кибервойн, со счетов не надо списывать и киберпреступников. Сейчас все больше киберпреступность интегрируется и объединяется с традиционными формами преступления. В качестве примера можно привести аналитику международной организации по стандартизации, которая относит киберриски и атаки злоумышленников к наиболее серьезным глобальным угрозам, потери от которых могут превысить 2 триллиона долларов уже к 2020 году. Рустем, а какие компании чаще всего становятся целью киберпреступников? Атакуют сегодня всех и телекоменационные компании, и банки, и промышленные компании. И что самое важное, что каждый думает, что его не атакуют, но сегодня такая ситуация, настолько связан мир, что можно стать жертвой, не будучи при этом целью. Будут атаковать твоего соседа, а завалят в том числе и тебя. Также нельзя списывать со счетов и влияние любых атак и их отражения в соцсетях. Если мы вспомним проблемы с банками Татарстана, началось все с проблемами одного банка, но народ запаниковал, и проблемы начались у всех других татарских банков. Поэтому нужно защищать себя, даже если ты не цель. Перейдем к прогнозам. Рустем, а что нас ждет? Ждет нас интеграция всего со всем. Огромное количество данных, использование искусственного интеллекта, как для защиты, так и для атак. Защитники большое количество данных могут использовать для расследования мошенничеств, которые раньше были, например, сложно для расследований. Например, мертвые души. Когда человек проводится по всем документам в компании, как существующие, на самом деле его нет, и по его карте получает кто-то зарплату. Когда мы смотрим не только, как он себя ведет в информационной системе, как штатный номер, но и как он ведет себя, как сотрудник, как он переписывается, как он ходит, выходит курить, болеет и так далее, мы сразу видим на трех слоях, на транзакционном, поведенческом и коммуникационном, что человек ведет совсем не так себя, как все остальные. Соответственно, таким образом сегодня очень легко вычислять мертвые души. С другой стороны, автоматизация и роботизация атак уже тоже факт сегодняшнего дня. Уже сегодня есть боты самообучающиеся, которые проводят пробные атаки и, видя, как отражает атаки система защиты, обучаются на ней, чтобы ее обойти. Полная роботизация, использование искусственного интеллекта, самонаведение и все то, о чем мы раньше читали только в фантастических романах. Александр, дополните Рустема. Я абсолютно согласен с Рустемом, что мы буквально через несколько лет станем свидетелями, что традиционное противостояние ИБшников и киберпреступников идет в историю и между собой будут противоборствовать уже алгоритмы самообучаемые. Задача ИБшника будет подобрать релевантный алгоритм, правильно организовать его развитие обучения. Ну и мы также станем свидетелями перехода ИБ в новую парадигму, в парадигму security by design и готовность к работе в режиме agile. Мы видим, что информационная безопасность вышла из тени. Они говорят сейчас достаточно активно и на федеральном уровне, и на международном уровне. Даже если посмотреть на пресловутую диаграмму хайпа от Гартнера по поводу того, где находятся какие технологии, кибербезопасность сегодня находится на самом пике завышенных ожиданий. Я очень надеюсь, что нам с коллегами по нашему ИБЦеху хватит и мудрости, и упорства проскочить незаметно впадину разочарования и выйти на оплату продуктивности. Коллеги, спасибо вам. Мы всесторонне обсудили тему трендов информационной безопасности и предлагаю переходить к подведению итогов. В качестве промежуточного итога можно смело сказать о том, что роль и место информационной безопасности в ближайшее время изменится. Специалистам по информационной безопасности придется столкнуться с рядом новых вызовов. Им придется учиться, осваивать новые методы работы, а также изменять свои взгляды на то, что такое информационная безопасность и какова ее роль в реальной жизни. В заключении я попрошу вас дать советы, к чему готовится в ближайшее время пользователям, бизнесу и специалистам по информационной безопасности. Александр, начнете? Да, с удовольствием. Но я бы призвал всех, кто занимается информационной безопасностью, налаживать и развивать отношения как внутри компании со смежными подразделениями, так и за ее рамками, с ключевыми игроками рынка, регуляторами, ну и быть в тренде. Рустем? И я хотел бы добавить, что для этого нужно учиться, учиться и учиться. Причем учиться не только технологиям, но и психологии, юриспруденции, математике, машинному обучению. Отставать нельзя. Спасибо, Рустем. Большое спасибо, Александр. Сегодня мы заглянули в будущее и посмотрели, чем же будут жить специалисты по информационной безопасности. Надеемся, что в этом будущем они найдут минутку свободного времени, чтобы посмотреть новый выпуск нашей передачи «Погружение в информационную безопасность». Ведь на глубине еще скрывается очень много всего интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на Бест-ТВ, не скучайте. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин